друзья давно вам не показывала распаковку на сегодня просто крик души у нас очень все подорожало но как бы я терпела терпела но когда пришло время заготовок я просто расстроена до невозможности посмотрите видите капусту насчета капуста она стоит 35 гривен килограмм я такой цены общения это почти доллар килограмм когда-то у нас много лет назад года 45 назад было такое что капуста сильно подорожала это была весна поздняя еще не было новая капуста я помню что она была 30 гривен у все были в ауте сейчас ну не знаю нет слов причем подорожали все овощи очень чтобы в конце сентября когда сезон когда все должно быть просто копейки стоит все строю стоит астрономических денег но вот капуста представляете вот два с половиной килограмма 85 гривен я уплатила 2 евро это вообще на кого-то рассчитано вот морковка для борщевой заправки значит морковка 25 гривен килограмм доллар у нас 40 баклажаны 35 гривен перец это я выбрала белозерку чтобы вы понимали это не какой-то там супер-пупер перец из белозерки выбрала красный хотя она вся желтая там белозерка значит буряки тоже там гривен 20 стоит помидоры помидор вообще на базаре купить нельзя ходишь по базару не можешь купить килограмм помидор или цена 80 гривен это я брала по 35 гривен магазине магазинные помидорчики ну буду делать борщевую заправку мне понадобится перец буряк морковка помидоры и лук лук правда дешевый вот в этом году дешевый лук 16 гривен килограмм это на евро можно взять почти три килограмма баклажаны баклажаны я взяла не на борщевой заправки буду делать очень вкусную закуску если не забудут и я вам обязательно сниму как я ее делаю на очень вкусная ну и вот смотрите вот этот вот весь ассортимент у меня стоил почти 10 долларов а что я купила борщевой заправки у меня будет 8 литровых банок я посчитала сейчас буду чистить и закрывать на зиму я вообще-то редко это практикую но учитывая то что цены так взлетели думала не делать борщевой заправку но в прошлом году делала у меня ушло 8 литровых банок очень мне понравилось потому что не надо вообще ничего не надо просто сварил мясо бросил туда эту банку довел до кипения выключил очень удобно не надо ни руки пачкать не хранить это где-то все не ходить зимой по снегу по плохим дорогам магазин очень мне очень понравилось я в этом году не очень хотела возиться но придется повозиться напишите какие цены у вас на это все ну и конечно же когда будете писать с размеряйте с нашими доходами которые просто оставляю желать лучшего я здесь проделала немалый труд все нарезала с вечера я не люблю делать сразу в один день потому что стою у меня начинает все болеет давление повышается я спокойненько сила под интернет все себе нарезала начистила это довольно таки быстро у меня заняло ну примерно где-то часа полтора до вот этот вот друг это мой комбайн он очень старый но не знаю лет наверно столько сколько мне в общем сколько я себя помню в замужестве столько у меня этот комбайн есть но он вообще на все случаи жизни он и шинкует причем капуста вот будет нашинкована вот так вот тоненько хорошо все режет все шинкует и там всего три насадки я все очень быстро им делал ведь у него же шнуры все попортились он уже желтый не отмывается но тем не менее мой первый друг из и помощник здесь у меня лук здесь у меня сразу помидоры на мелкую терку здесь комбайном я перетерла и у меня здесь горький перец и чеснок чеснока много здесь капуста просто здесь морковка и перец здесь бурячок вот это все сейчас я отправляю вот в эту вот кастрюлю включая своего второго помощника не заменил мы плиту наливаю в кастрюлю масло рецепта у меня сейчас нет но у меня есть видео на канале подробное как я делаю борщевую заправку можете посмотреть ссылка будет под видео в описании нажмите пожалуйста на слово еще под моим видео и высветится вам описание вы там найдете ссылку на мое видео о том как я делаю заправку борщевую на зиму уже в деталях сейчас я все делаю на глаз вы же когда варите больше вы не взвешиваете все что вы туда кладете я давно ничего уже не взвешиваю рецептов честно говоря не люблю я все делаю на глаз потому что у меня уже опыт как вы сами понимаете ну так я жду пока масло раскалится пока оно очень хорошо нагреется в духовке у меня банки видите я ставлю на 120 градусов на 10-15 минут и все отлично церилизуется конечно хочется все вместе навалякать сюда в кастрюлю но я буду делать это постепенно и это важно вот у меня масло раскалилось я сюда первым насыпаю лук я буду делать два захода борщевую заправку потому что в кастрюлю 5-литровую не влезет все поэтому я беру лука только половину и буду его обжаривать сначала потом добавлю морковку лук обжарился я добавляю эту морковку и перец тоже половину морковку и буряк я натираю на крупную терку буряковую мне нравится заправка когда есть не перчик у меня здесь будет и горький и сладкий перец морковку уменьшилась размером будем добавлять все остальное буряк капусту на этом этапе добавлю специи это у меня лавровый лист не злоупотребляйте даже у меня укроп сушеный тмин сушеный тмин сушеный вы добавляете специи по вкусу черный перец можно горошком у меня нет горошка но у меня тут есть горький перец поэтому я не злоупотребляю и перебарщиваю ну и пару гвоздичек гвоздики я кладу в любые блюда я обожаю гвоздику мне все что без гвоздики оно не вкусно так специи добавили и теперь добавляем половину смеси это у меня помидоры чеснок и горький перец сейчас добавлю соль на пятилитровую кастрюлю я добавлю вот так вот две столовые ложки соли не очень крупная соль поэтому я добавляю ее заранее перемешали все больше ничего не будет ни уксуса ни сахара я сюда не кладу когда зимой буду варить борщ я отварю мясо и когда оно уже будет совершенно готово я добавлю борщевую заправку доведу до кипения борщ и выключу сейчас я не буду очень перетушивать эту смесь вот как только оно все закипит покипит пару минут я буду его раскладывать в банке я не люблю когда капуста тянется когда все очень перетушено капуста должна быть тверденькая вот такая получилась у меня закатка такая борщевая заправка ну думаю что я не зря постаралась хорошая будет на зиму вы на раме напишите что это мало нет немало друзья я не так часто варю борщ муж мой любит суп я дети любим борщ но не часто его варю но по крайней мере здесь очень удобно вода закипела все забросил и готово так что труд я себе на зиму облегчила у меня перейдет у меня в чем не было но вот это все прикрываю все впрвх в все вот